Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы предлагаем вам очередной видеоурок из цикла «Психолог и я». Тема нашей сегодняшней встречи – «Эмоциональный интеллект. Что это? Данность или приобретение?» Добрый день, Дмитрий Сергеевич. Тема нашей встречи – «Эмоциональный интеллект. Данность или приобретение?» Скажите, пожалуйста, что такое эмоциональный интеллект? Эмоциональный интеллект – это один из видов интеллекта, который, в общем, это такое, наверное, понятие, которое не так давно ввели. И связано оно, наверное, больше не столько с интеллектом, как со способностью понимать и распознавать свои чувства. То есть, по сути, это уже психологический некий такой термин, который используют, в частности, больше психологи, чем есть какие-то тесты, но, может, они какие-то есть. Но это не очень научный такой, скорее, термин, а несколько эстетический или психологический. То есть, он не имеет отношения к конкретным, да, он не имеет каких-то конкретных категорий как-то в этом смысле. Поэтому это способность человека понимать свои чувства, описывать их, понимать чувства другого человека по его описанию, считывать эмоции, глядя на человеческое лицо или даже между строк, то есть по мере того, как человек что-то рассказывает. Например, вы слышите интонацию человека, и по интонации немного догадываетесь о состоянии человека, о его напряжении, расслабленности. То же самое касается и позы. То есть, это общая способность понимать эмоциональное состояние свое и другого человека. И еще, в зависимости от этого, делать какие-то действия сообразные этой ситуации. Некоторые люди, например, могут себя вести, ну, скажем, игнорируя то, что они напряженные, злые, уставшие, голодные или перепуганные, ну, в каком-то эмоциональном состоянии, пытаются вести себя как будто так и есть. Таким образом, они игнорируют свое эмоциональное состояние, и можно тогда говорить о недостаточном уровне интеллекта, способном обустроить комфортную жизнь. Такой человек, как правило, будет попадать в ситуацию, где он будет перетомляться, попадать в какой-то конфликт, или наоборот, не знать, как выйти из этого конфликта, излишне игнорируя чужие чувства или свои. То есть, он будет не соответствующий себя вести. Вот это некий такой, некий набор, наверное, навыков, знаний, которые помогают как-то лучше общаться и не с ним доносить свои мысли. Но интеллект это врожденный или его приобретает? Нет, конечно, это не врожденный, как и любой интеллект, он какое-то, наверное, зачаточное. Это с детства кармировался, да? Зачаточно у нас любой интеллект еще как-то мозгом заложен, нервной системой, некоторым, наверное, генетическим материалом, набором привычек, которые передаются нам, вернее, инстинктов от родителей, от предков. Но вообще он развивается по ходу наших отношений с родителями, в нашей среде обитания, то есть в среде, где очень низкий уровень вообще жизни, в целом и мало времени и внимания уделяется внутреннему состоянию человека. И где, например, люди не задумываются над тем, что я чувствую, что я хочу, а просто действует инстинктивно, у них будет этот интеллект условно страдать или будет очень ниженый, пониженный. Вот есть такое даже понятие, он больше психоаналитиками используется как типа патологическая нормальность. Это когда человек, в принципе, чувствует себя хорошо и вообще не способен распознавать свои чувства. Он даже не понимает их. Вот можете ему говорить, что он не понимает, что... И как это по-научному называется? Научного термина я вам не скажу, но вот как-то вот некоторое общее понятие, ну, вроде как патологическая нормальность, то есть некоторая псевдонормальность. То есть он как бы внешний человек, ну, может быть очень спокойный, всегда ровный, как правило, у него нет эмоций. Да, он как будто всегда ровновейший, но это до некоторой степени не очень естественно. И это один из признаков.